МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале «Красная линия». Наш взгляд на главные события в России и мире. Смотрите сегодня в информационной программе темы дня. Мы всегда стояли на страже закона, порядка и достоинства граждан. За вклад в укрепление законности генеральный прокурор Российской Федерации наградил лидера КПРФ Геннадия Зюганова медалью за взаимодействие. Партия должна быть восстановлена, должна участвовать в выборах в обязательном порядке, как фактически единственная альтернатива сегодня действующему режиму, не могу сказать, действующей власти. Остановить беспредел власти. В Крачаевой Черкесии коммунисты намерены добиваться восстановления кандидатов от КПРФ на выборы в Народное собрание республики. Они привыкли считать, что если они за Владимира Владимировича, а Владимир Владимирович за них, это им гарантирует тот же самый результат, как и у Путина. Все, уже это не работает. Рейтинг партии власти упал ниже 33%. Зарплаты в стране не растут, налоги повышаются, кредиты душат. Цель – войти в пятерку крупнейших экономик мира. Как такое возможно? Достучаться до властей. Жители деревни Краснояр в Башкортостане встали на защиту своей земли и воды. Там, в экологически чистом районе, при содействии местных чиновников, планируется построить свинокомплекс. Администрация на обращение людей не реагирует. Подробности в нашем репортаже. В деревне Краснояр в Белебеевском районе Башкортостана начато возведение свинокомплекса. Предприятие строит компания «Таврос» при содействии районной администрации. Жители уверены, если свиноферма будет построена, вся вода станет непригодной для использования. Купаемся, умываемся, баня, только эта вода. Больше у нас воды нет. Если мы его испортим, нам придется воду возить уже с города или с соседней деревень. Люди направляли обращение в сельсоветы, в районную администрацию, в прокуратуру и даже к главе республики Башкортостан. Они просили перенести строительство в другое место, ведь земля в деревне – сельхозназначение. А подразумевающий производство свинокомплекс в перечень сельхозобъектов не входит. Но в ответ получали лишь отписки. По словам чиновников, строительство свинофермы в деревне экономически выгодно. Нет работы. Это вы думаете, мы просто так, вот, бухтабарат, с вами хотим ругаться? Нет, ведь ведь у нас маленький, деревня же, мы же дотационная деревня, сельсовет. Желая быть услышанными, местные жители пошли на крайние меры. В знак протеста они разбили на месте начатого строительства палаточный лагерь. На некоторое время своего добились. Власти убрали технику и пообещали жителям провести публичные слушания. Огромное желание, чтобы администрация присоединилась, а не закрывалась от них. И от партии, действительно, коммунистической партии, да, мы просим сделать круглый стол для жителей, выслушать их. Они хотят задать ряд вопросов. И ответы на эти вопросы могут дать только люди. Люди, которые, это администрация, либо иные люди, которые участвуют в данной сделке. Довели людей до такого состояния, что они уже перешли в открытую форму протеста. Приходится только блокировать работу техники. Никакого диалога не ведется с населением. Отчаявшиеся жители деревни Краснояр записали открытое обращение к Владимиру Путину. Они по-прежнему надеются, что власть их услышит. Дарья Жарких, Красная линия. Будь услышанными хотят и жители подмосковного поселения совхоз имени Ленина. Они продолжают серию одиночных пикетов против преобразования Ленинского района в городской округ. Суть требований – сохранить семь поселений муниципалитета в существующих границах и оставить местное самоуправление. Очередной пикет прошел около здания областной прокуратуры. Место для акции выбрано не случайно. Именно сюда были направлены жалобы депутатов двух поселковых законодательных органов власти Ленинского района. В совхозе имени Ленина мнение жителей несогласных с реорганизацией проигнорировали. А в Видном результаты голосования в пользу округа сфальсифицировали. Совет депутатов города Видное проголосовал против преобразования в городской округ. И при этом буквально через несколько дней появляется документ на сайте официальном, в котором написано, что они как бы проголосовали «за». Ну, я, конечно, что-то не понимаю, но мне кажется, что это как-то незаконно. Выходить на одиночные пикеты жители Ленинского района продолжат ежедневно. Вместе с единомышленниками из других районов Московской области они намерены добиваться справедливости и под окнами губернатора. Ведь Андрей Воробьев обещал провести преобразование муниципалитетов только при наличии согласия всех жителей Московской области. В правительстве рассматривают новый способ расчета стоимости вывоза мусора. В частности, предлагается взимать плату за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке. В настоящее время стоимость услуги по вывозу мусора для жителей рассчитывается на основе статистических данных. Коротко о других новостях в стране. В Иркутской области продолжают устранять последствия паводка. 20 июля Минстрой России приступит к восстановлению коммунальной инфраструктуры. Напомним, наводнение затронуло 107 населенных пунктов региона. Было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов и приусадебных участков. Четыре человека пострадали при падении легкомоторного самолета на частный дом в станице Новощедренское в Чечне. По данным МЧС, погибших нет. Все пострадавшие доставлены в больницу. По предварительным данным, пилот не справился с управлением летательного аппарата. Минобороны показало видео полета двух стратегических ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем. В ведомстве отметили, что российские самолеты сопровождали истребители Дании, Финляндии и Швеции. После выполнения задачи российские ракетоносцы благополучно вернулись на аэродром базирования. Минпросвещение проверит случай невыплаты денег учителям за организацию и проведение государственных экзаменов в регионах, сообщает РБК со ссылкой на источник. По данным издания, проверка связана с жалобами учителей о подобных нарушениях. Голос народу должен быть услышан. В Карачаево-Черкесии прошла встреча с депутатами фракции КПРФ в Госдуме. Они приехали в республику поддержать местных коммунистов, которых не допустили на выборы в региональный парламент. Власти Карачаево-Черкесии всячески препятствовали проведению встречи коммунистов с жителями региона. Чиновники запретили проводить митинг в рамках всероссийской акции протеста. В КПРФ уверены, что эти действия говорят об одном – власти региона боятся политических оппонентов и возмущения местных жителей, а им есть о чем сказать. Очень плохо. Абсолютно. Ничего мне, ничем не смотрят, ничего не помогает абсолютно. Вот я, например, получаю в 19-й сети, я сама инвалидка. У меня, мне кажется, не остается. Коррупция. Друг на друга. Брат на брата. Какая жизнь. Жители республики пришли на встречу с депутатами Госдумы, чтобы обсудить накопившиеся вопросы. Ведь местные чиновники, вместо того, чтобы пойти на диалог, дистанцировались от решения проблем региона. Карачаево-Черкесия находится в сложном положении. Самые низкие в России зарплаты. Очень высокая безработица. Огромная социальная неустроенность. То есть много проблем. Эти проблемы надо решать. Всерьез этим заниматься. Для того, чтобы начать решать проблемы региона, нужно в первую очередь менять кадры, уверены в КПРФ. А для этого нужны честные и открытые выборы. Но власти республики отказываются проводить избирательную кампанию по закону. Другого объяснения тому, что кандидатов коммунистов не допускают к участию в выборах, нет, считают Компартии. Компартия должна быть восстановлена, должна участвовать в выборах в обязательном порядке, как фактически единственная альтернатива сегодня действующему режиму, не могу сказать, действующей власти. Наша позиция однозначна. Мы считаем, что недопущение до выборов с партийного списка Компартии нарушает практически все возможные морально-этические нормы избирательного права. Коммунисты Карачаева-Черкесии намерены добиваться восстановления кандидатов в региональный парламент от КПРФ. На 27 июля в Черкесске запланирована акция протеста. На нее будут приглашены не только жители республики, но и представители других регионов страны. Рейтинги «Единой России» бьют антирекорды. По данным ВЦОМ, доверие к партии власти на данный момент ниже 33%. О поддержке большинства россиян уже давно не идет речи. А кандидаты на следующих выборах готовятся идти как самовыдвиженцы, скрывая партийную принадлежность. Главная причина – отсутствие реальных перемен к лучшему. Подробнее Антон Кириллов. Согласно майскому указу Владимира Путина, к 2024 году Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира. Уже сейчас глава счетной палаты Алексей Кудрин утверждает – это нереально. Цитата. «Пока наш потенциал роста около 2% и ниже. Я предполагаю, что мы не достигнем планки в 3% и выше, чтобы выйти на уровень выше среднемирового роста. Конец цитаты. Нереален, по мнению Кудрина, и рост доходов россиян даже на 1%. В первые месяцы этого года они наоборот упали на 2,5%. И это падение продолжается уже последние 6 лет. Отсутствие рабочих мест, несправедливое распределение бюджета, вытаскивание денег через офшоры за границу. Там больше трех бюджетов Российской Федерации только за один год вытаскивается туда. Я считаю, что подъем, что бы они сегодня ни делали, подъем и рост рейтинга «Единой России» уже невозможен. Министр экономического развития Максим Орешкин прогнозирует небольшой, но все-таки рост российской экономики в 1%. Впрочем, таких результатов все равно не хватит, чтобы выполнить поручения президента. На их выполнение просто нет денег. Курс финансовой и экономической политики, проводимый правительством Путина, полный банкрот. Мы считаем, что без смены этого курса, без формирования правительственного народного доверия, без поддержки лучших народных коллективов, которые показывают даже в этих условиях образец работы, ничего положительного, позитивного для простого человека быть не может. А простому человеку оставили безработицу, вымирание и нищую зарплату и абсолютно нищую пенсию. Майские указы еще 2012 года в части повышения зарплат бюджетников выполнены только в 50 субъектов федерации из 85. Это все равно формальный результат. Исполнение бюджета за 2019 год нацпроекты по демографии составило 19%, а по образованию рекордные 2,5%. Выполнение нацпроектов провалено властью практически полностью. Это позорище для правящей партии, когда все кандидаты, будь то в депутаты, или в губернаторы, или в мэры, отказываются с встроенными рядами идти под флагами Единой России. Это крах любой политической партии. Странно, на что рассчитывали депутаты, принимая закон об увеличении пенсионного возраста? Что люди потом отдадут им свои голоса, несмотря ни на что? Они привыкли считать, что если они за Владимира Владимировича, а Владимир Владимирович за них, это им гарантирует тот же самый результат, как и у Путина. Все, уже это не работает. Поэтому действительно идет зачистка оппозиционных кандидатов, более-менее крепких людей, известных своей принципиальностью, готовностью бороться. Конечно, это вызывает страх у Единой России, которая уже, как я уже говорил, не способна больше вести честную политическую борьбу. При такой токсичности Единой России властям ничего не остается, кроме нарушения избирательного законодательства, которое наблюдатели регистрируют в Санкт-Петербурге, Москве, Карачаево-Черкесии и других регионах России. Предстоящие выборы, по всей видимости, будут жаркими. Антон Кириллов, «Красная линия». Москва выступила против решения Евросоюза ввести санкции в адрес Турции. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко. При этом он отметил, что российская сторона не поддерживает действия Турции, которая отправила в исключительную экономическую зону Кипра буровые суда для добычи природного газа. Коротко о других новостях в мире. Тысячи жителей Пуэрто-Рико вышли на улицы с требованием отставки губернатора Рикардо Расселья. Ранее в СМИ попала переписка, которую Расселья вел со своими советниками в закрытом чате социальной сети Телеграм. Так чиновник позволял себе оскорбительные высказывания в адрес политиков и журналистов. Основатель Викиликс Джулиан Ассанж не будет выдан ни одной стране, в которой действует смертная казнь. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Великобритании Алан Данкан. По его словам, соответствующее соглашение было достигнуто с Эквадором. В индийском Мумбаи обрушилось четырехэтажное здание. Под завалами могут находиться десятки человек. На месте работают экстренные службы. Причина происшествия пока неизвестна. Однако сообщается, что здание было построено примерно 100 лет назад. Тысячи сотрудников американской компании Амазон в разных странах мира начали забастовку. Они требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда. Забастовка приурочена к началу летней распродажи компаний и проходит под лозунгом никаких скидок на наши зарплаты. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов награжден медалью «За взаимодействие». Награду по поручению генерального прокурора Юрия Чайки в стенах Госдумы вручил его полномочный представитель. В приказе о награждении отмечается значительный вклад лидера КПРФ в укрепление законности и развитие системы прокуратуры. Геннадий Зюганов, в свою очередь, отметил важность взаимодействия с административными органами и силовыми ведомствами. Он выразил уверенность, что полученная награда – результат работы всей фракции. Мы всегда стояли на страже закона, порядка и достоинства граждан. И самое высокое достоинство – это справедливость, дружба, уважение к человеку труда. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова